здравствуйте уважаемые коллеги давайте расскажу одну шутку такую некий человек говорит я в интернете прочитал очень интересный пример что ли там или совет как лучше всего выучить свободно английский язык это нужно погрузиться в среду а как не погрузиться а нужно купить билет до лондона в один конец улететь в англию там чего-нибудь такое натворить чтобы тебя посадили в тюрьму но я так и сделал сделал купил билет и летел в лондон что-то набедокурил меня на год посадили в тюрьму английскую а потом тебя британия вышли за свой счет обратно в россию вот теперь я знаю после этого года знаю хинди арабский немного китайский и какой-то африканский диалект недавно со мной такой случай произошел ну как случае прихожу на лекцию а вторая пара ну там первую пара другой преподаватель ведет причем уже пора перерыв начался он все еще продолжает я там открыл дверь покашлял извинился пока его студентов ходили вот и вот уходя собираясь он меня спросил жалобно так а вы успеваете все рассказать за отведенные часы я удивился даже говорю знаете то что считаю нужным конечно успеваю рассказать знаете человек одной ногой 19 веке почему-то считает что нужно вот весь учебник пересказать там от часов всегда не хватает их никогда не хватало не будет хватать если пересказывать учебник а если ставить цель которая зачем я это делаю учебник опубликован надо поставить дело так чтобы студент был просто вынужден читать заходить в интернет рекомендованные сайты читать рекомендованные материалы проверять это жестко и все будет нормально такие часы тут ни при чем от них мало чего зависит вообще эффективность обучения а тут человек просто зачем-то пересказывать надо же цель тогда поставить чего добиваясь их шесть уровней цели педагогических знать понимать применять анализ синтез и оценка что добивайся чтобы они что-то знали это можно сообщить чтобы понимали это уже глубже чтобы умели автоматически применять это уже навык вырабатывается то вот цель то какую вы ставите пересказать учебник это восемнадцатый век а мы уже в 21 давайте еще немного о хорошем тоне камильфо вот сейчас в интернете называют демотиваторы как интересная фотография к ней незабавная подпись вот есть такой демотиватор там в комнате сидят ну обама меркель оланд вся эта публика это американо-европейской президенты и меркель говорит остальным сейчас сюда войдет путин и с кем он первым поздоровается тому кирдык второй фотографии входит путин и говорит здравствуйте господа ко всем сразу обращается это к чему говорю почему здесь камильфо вот здесь владимир владимирович совершенно правильно поступает и не только в демотиваторе в реальной жизни кто бы вы ни были как бы иранку не занимали но когда человек входит в комнату где есть уже другие люди он должен первым поздороваться с ними ну ко всем обращаясь ну скажем если там человек пять или меньше можно за руку скажем поздороваться или если вы вошли дали маху поздоровались с кем-то за руку людей там может 10 человек да вот тогда уж придется ко всем десятерым подойти пожать руку но здоровается первым тот кто входит в комнату где уже находятся люди кто бы он ни был даже президент россии знаете всегда русскую интеллигенцию волновало три вопроса что происходит кто виноват и едят ли курицу руками курицу руками едят но чаще в домашних условиях хозяйка должна подать пример в этом случае но появилось сейчас еще такое очень модное сейчас популярное блюдо японское суши или суси кто их называет если суси тогда митсубиси а если митсубиши тогда суши допустим суши откуда они взялись вот японский рыбак выезжал в море на рыбалку лов рыбы он брал с собой чашку риса вареного костер в лодке не разведешь ловил рыбу и сортировал эту на продажу как там поврежденная некондиционная рыбка сырую рыбку заворачивал в этот рис и съедал вот это суши ну такой фастфуд японский но стал популярен вот но раз японская еда значит палочки надо есть в ресторане или когда домой заказываете вот даже говорят что что-то порядка полутора тысяч японцев в год получают травмы европе в америке на выезжают туристы как вот мы не умеем палочками есть а японцы не умеет есть вилкой когда подают европейскому ресторане вилку очень многие ранят себе или щеку или даже глаза такие получают травмы отмучаются так вот значит хорошие новости я давно тут знал суши можно есть не только палочками но и руками правда одно но только мужчинам женщинам руками суши брать нельзя комельфо знаете уважаемые коллеги я вот собираю небольшую коллекцию как называю интернет перлы вот сейчас я даже слышал мне правда не хочется в это верить что уже в школе в младших классах детей начинают учить писать не так как грамотно а так как слышится и уже и не только младших классах в результате мы часто в самом интернете видим такие интересные сообщения комментарии ну то есть без знаков припинания без заглавных букв все так в одно предложение типа вот стихи и пирожки стихи и порошки причем мысли авторы абсолютно непонятно без запятых ему делают замечания и у нас я делаю здесь не урок русского языка я просто свою мысль выискал свое мнение но мнение как раз и непонятно потому что пишешь абсолютно безграмотно без запятых вот и вот бывает таки перлы просто великолепные проскакивает часть из них могу вам сейчас зачитать вот один товарищ пишет так тащиться за 3 9 земель русские за 3 9 земель за 39 земель а здесь 3-9 земель 3 9 значит в среднем 6 то есть тащиться за 6 земель и человек всерьез это воспринимает или другой перл это например так вот как поминовение волшебной палочки и по мановению поминовение волшебной палочки память пиаминки по не справляют волшебной палочки или из под лобья из-под лобья из-под лобья из-под тяжка вместо из-под тяжка но самый перл это просто жемчужная коллекция три слова демон зимуют и путина долго думал конечно догадал демонизирует путина вот что он хотел сказать мы так скоро доиграем с этим яга и со стихами пирожками запятые не зря придуманы все-таки постарайтесь ими пользоваться уважаемые коллеги давайте продолжим разговор на минованиях казанских улиц а вернее сказать даже не уже не улиц сегодня поговорим а массивы жилых массивых поселках юдина и азина честь кого назван эти населенный пункт сказать это гражданская война 1918 год казань оказалась на грани фронтов молодой советской республики с белогвардейской армией и вот здесь мы в казани тогда находился здесь 80 процентов золотого запаса россии казанском банке с одной стороны страны свияжска значит зарождающаяся красная армия троцкий здесь страны белых комитет учредительного собрания генерал капель обычно машинально говоря что казань захватили белочехи вот совсем неправильное название честно говоря вверх они были не белыми все вот это скорее правильно звать австро-венгерские легионеры австро-венгрия твои чехи венгрии входило там были венгрии австрийцы и чехи ярослав гашек но красный чех так вот эти вот легионеры они в основном были все социал-демократы или интернационал ходили под красными знаменами им даже больше степени приписан захват казани в восемнадцатом году вообще-то там войска генерала капели были он руководил штурм казани золотой запас был вывезен сначала самару в уфу потом колчаку омск кстати забавно считается что он пропал там было примерно знаете так ну в царских рублях на 6 миллионов сколько там 150 тысяч 68 копеек вернее 600 что 50 миллионов 100 тысяч 68 копеек ну там золото слитки верные украшения вот такую сумму было выведено вернулась казань двадцатом году 409 миллионов только сколько-то 1 тысяч и 68 копеек правительство банком марьин он сопровождался это золото считал что он российская и она даст той власти которая победит и он вернул его в казань почти весь месяц чехистом косухиным как ну сколько почему 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 detector